Татьяна Никитишна Толстая родилась 3 мая в Петербурге. Окончила Ленинградский государственный университет, кафедру классической филологии. В 1974 году переехала в Москву. Восемь лет работала в издательстве главная редакция восточной литературы и издательства «Наука». Писала для газет «Московские новости», «Русский телеграф» и других печатных изданий. В 1983 году написала первый рассказ «На золотом крыльце сидели». Автор 20 рассказов, статей, эссе. В течение шести лет преподавала литературу и художественное письмо в американском колледже «Скидмор». Лауреат итальянской литературной премии Горинсан и Кавур. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, мэр. Меня зовут Ирина Николаевна. Я москвичка в третьем поколении. У меня вопрос к госпоже Толстой. Имеет ли она право рассуждать о вопросе прописки и регистрации, когда она все время проживает за границей? И, очевидно, не бывает на наших рынках и в нашем транспорте, где тебя обвешивают и обманывают просто бесцеремонно, нагло. Это раз. Где в транспорте тебе не один из этих людей, которые приехали, так называемые к нам гости, уступили тебе место. Где вы знаете, что вечером вам так страшно идти, возвращаться домой, потому что к вам пристают не милиционеры, а вот именно эти черные люди. И я вынуждена каждый день встречать свою внучку из школы, потому что я боюсь, дойдет ли она до дому или нет. Почему тогда, когда мы отдыхали у этих людей, мы соблюдали их традиции, их обычаи, не позволяли себе ничего большего. Почему же теперь они настоящие хозяева в нашей Москве? Хотя я отчаянию очень радовалась, когда от нас отделились. И я помню звонок ко мне известной актрисы, с которой я была в хороших отношениях, Медея Чухава, которая прыгала до потолка и говорила, наконец-то мы от вас отделились. Возможно, так же прыгали и в Азербайджане. Понятно. Понятно. Ну, эти настроения понятны, их очень много тоже. Вот те настроения, о которых я говорила. Вы знаете, вот это уже, наверное, Ирина Николаевна это будет неприятно слышать, но это самый настоящий фашизм. Это самый настоящий фашизм. У нее фашистские взгляды. Они у нее пока размыты, и она, конечно, сама себе никогда такого слова не скажет. Для нее фашисты это немцы, которые пришли и пожгли наши города и села. Но немцы или там были итальянцы, приходили в некоторые районы и так далее, это национальность здесь не важна. Это были фашисты. Они могли быть кем угодно, хоть зелусами. И фашистская идеология заключается в том, что есть хорошие люди и есть плохие люди. Это знаменитый тест Адорно. Если ты считаешь... Тебе задается первый вопрос. Считаете ли вы, что бывают люди хорошие и бывают люди плохие? Считаю. Так, первый шаг в фашизм сделан. Теперь считаешь это, что надо избавиться от всех плохих людей, чтобы остались одни хорошие. Если ты отвечаешь да, то ты законченный фашист. Понимаете, люди не бывают просто хорошими и просто плохими. Существует добро и существует зло. И существует их смесь, определенное процентное соотношение в каждом человеке. Если человека воспитывать зверем, то он, конечно, практически будет злым человеком. В нем, безусловно, останется хоть что-то доброе, потому что это просто человеческая натура. В очень редких случаях он пойдет совсем через край и станет зверем, просто потому что у него, допустим, уже, что называется, крыша поехала, и он, по-видимому, уже размытые границы. Выходит из рамок человека, возвращается в животное состояние. Но просто очень хороших людей или просто очень плохих людей не бывает. Даже у самого хорошего человека бывают очень нехорошие мысли. И даже, я бы сказала, ну, нехорошее поползновение. Хороший человек умеет их сдерживать, потому что мы действительно половина животные. Нам иногда хочется вот убить бы кого-то. Это нормально, но только это надо сдерживать. Эта женщина делит людей на черных и белых. Вот она говорила про ее знакомую актрису, которая прыгала от радости. Она в классификации этой женщины относится к черным. Она прыгала от радости, что отсоединилась от этих белых, от нас. И ее на тот момент можно понять, но по существу, ведь она же находится в положении этой Ирины Николаевны, которая считает, что все зло от нас, от белых идет. То есть фашизм, расизм, все, вот весь этот комплекс, к сожалению, привитый Ирина Николаевна, которую она сейчас так доверчиво выливает на наши уши, вот это и есть то самое страшное, что воспиталось в обществе за последние несколько лет. Чистый расизм. Речь идет даже не просто о плохих людях, а о чужаках, о приезжих. Ну, о тех самых людях, которые, ну, имею в виду, что вы действительно... Извините, я про его, вот вы сказали «приезжие», она сказала «гости». Вот это промывание психики через слова, через запускание ключевых слов. Что же «приезжие»? Мы здесь живем, в этой стране. Мы не приехали, мы здесь живем. Я где хочу, там и живу. Я хочу, живу здесь, хочу, живу там. Если хватит денег, я вот там поживу. Я не приезжие, я существую на этом свете. Но, в принципе, и на этом свете мы тоже как-то пришельцы, в общем. Вот то, что мы на этом свете пришельцы, есть такое определение с автора, что человек это мертвец в отпуске. Можно и так считать. Так вот, во время этого отпуска я хочу передвигаться спокойно. Из берега в море, с моря на корабль и так далее. Слово «гости» это возмутительное слово. Это идет из старой советской лексики. Оно там еще не имело даже такого негативного оттенка, который оно сейчас зловеще приобрело. «Москвичи и гости нашего города». Что это значит? Что это значит? Один из самых возмутительных, конечно, указов, который появился в последнее время, это о том, что человек, абсолютно не конституционный указ, человек, приехавший в Москву, должен предоставить достаточное доказательство необходимости в свое присутствии здесь. А интересно, как поступить с тем человеком, который единственной целью, например, приезда, имеет любование Москвой. Вот как тут мер все распорядился, понастроил, как испорчена манежная площадь, на этих самых медведей в лаптях, которые расставлены. Вот я желаю любоваться и глаз не могу оторвать. Вот единственная цель. Меня как? Связать и выбросить за 101 километр, или у нас 101 километром является окружная дорога? Понимаете, какая произошла обработка? Ну, можно вспомнить, что и в Америке люди очень и очень считаются с тем, какому поколению мигрантов они принадлежат, и кто приехал раньше, и кто приехал позже. Только исключительно они раздуваются, как воздушные пузыри, в рамках собственной семьи. Они могут сообщить об этом, но всякая попытка противопоставить себя, раньше приехавшего, кому-то другому, это страшный социальный грех. За это могут социально забить человека. То есть он потеряет работу, с ними будут разговаривать. Любое проявление расизма, вы себе не представляете, до какой степени это дошло в Америке. Это уже идет через край. Это идет до того, что люди боятся, что бы то ни было говорить. Потому что они не имеют права, и это, в общем, поддерживается всем обществом, обидеть никого, ни негра, естественно, ни индейца, ни китайца, ни человека другого пола, другой, не свойственной тебе сексуальной ориентации, инвалида, слепого, безногого, толстого, худого, какого угодно. Вы не имеете права это сделать. Если вы открыли рот и сказали о том, что вам не нравятся, например, одноногие, то, в общем, ваша жизнь приобретет очень печальные черты. Если вы, конечно, живете в каком-то глухом, страшном городе, где все так думают, вы еще продержитесь на плаву среди своих. Но это известные фашистские зоны. Там тоже много фашизма. А как же иначе? Это вещь, которая свойственна человеку. Всегда в обществе найдется какой-то процент фашистов. Он должен держаться на уровне 8% для здоровья общества. Если он превышает, это страшно. Как сахар, да? Как сахар где? В гексаге? В крови. В крови? Не знаю. Никогда не меряю. Хорошо, значит, вы здоровы. Это значит, я человек, не ходящий к врачам. Так вот, нельзя искоренить ни то, ни другое, ни третье. Но в цивилизованных, опять-таки повторяю, обществах уже считано, пересчитано и обсчитано. Безопасный процент держится где-то около 8%. Вот тогда ничего. Сумасшедший имеется какой-то процент. Там, людей с криминальными наклонностями. Вот фашистов, если 8, не страшно. А интересно, сколько людей пройдут этот тест, о котором я упомянула, в Москве. Ведь это будет страшное дело. Вот интересно было взять и наложить этот тест на социологические опросы, которые постоянно проводятся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.